Подготовка к этому чемпионату велась где-то полгода. В рекордные сроки мы привели в порядок аэродром. И вот сейчас пригласили наших друзей не только из России, но и из-за рубежа. Большая заслуга в этом и администрации Конаковского района, ну и, конечно же, нашему президенту Грушину Ирину Борисовну огромный поклон. Огромная работа была сделана. Сегодня был насыщенный день, были даны предполетные указания. Также познакомили наших участников с людьми, которые отвечают за обеспечение данного чемпионата. Сегодня на аэродроме Конакова это новая база, тренировочная база Федерации вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта. Сегодня здесь стартует 50-й юбилейный чемпионат России по вертолетному спорту. Здесь собрались не только сильнейшие пилоты России, они же сильнейшие пилоты мира, но и наши друзья, экипажи из Австрии, Германии, Украины, Польши, Белоруссии. Схватка будет очень жаркой, 30 экипажей здесь собрались. Но сегодня такой сложный организационный день, потому что судьи приезжают, они приезжают из разных городов. У нас большая судейская бригада, 35 человек. Мы провели сегодня судейский брифинг, на котором еще раз обсудили детали судейства упражнений. К судейству относимся очень серьезно, потому что для нас сегодняшний чемпионат – это еще и очень важная века в истории, потому что это отбор, окончательный отбор в сборную команды России по вертолетному спорту, который будет защищать честь нашей страны в этом году, в августе, на 15-м чемпионате мира. Мы сегодня разбираем на брифингах основные вопросы выполнения упражнений, безопасности полетов, а также некоторые новостки, которые появились буквально в этом году в связи с особенностями этого аэродрома. В частности, в упражнении «Навигация» вместо традиционной коробочки, то есть полета по кругу, будет произведен полет по прямой линии, на котором будет производиться традиционный для этого упражнения сброс груза в мишень. Кроме того, мы работаем с спортсменами, напоминаем им порядок выполнения упражнений. Наш вид спорта является спортом субъективного судейства. Сравнить это можно с судейством таких видов спорта, как художественная или спортивная гимнастика, фигурное катание. Поэтому для объективности судейства судья не один, а, как правило, три человека. Ну и обещаем судить строго и справедливо. Это юбилейный 50-й чемпионат сам по себе. Второе мы увидели здесь, много своих коллег, летчиков, встретились с ними. Мы рады их видеть, они и нас рады видеть. Думаю, что авиационный спорт, вертолетный спорт будет продолжаться совместными нашими усилиями, продлить нам жизнь, ну и будущее будет у детей наших внуков. На открытии присутствовали глава администрации Конаковского района, также глава администрации сельского поселения Селихова. Судя по их реакции, они не ожидали, что здесь все будет настолько масштабно и все четко организовано. Организовано. Флаг поднять! 50-й открытый юбилейный чемпионат России по вертолетовому спорту объявляется открытым! Ура! Я приветствую всех участников соревнований тоже. Дерзайте, расширяйте горизонты, двигайте их, расширяйте свои возможности, возможности машин. Спасибо, Сереж, за встречи. А сегодня нас ждет вот этот теплоходик. Приглашаю. Субтитры подогнал «Симон»!